МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Петр. В гостях у нас сегодня еще два участника экспедиции. Это сотрудники Института орнитологии Макса Планка, Геральт Мюскинс и Хельмут Крюкенберг. Hello. Первый вопрос, который меня интересует. Почему для экспедиции был выбран именно остров Колгуев? Да, действительно, остров Колгуев – это уникальный остров. Здесь гнездится большое количество гусей. Это несколько видов. Это белолобый гусь, гуменник, белощекая казарка. И здесь довольно-таки высокие плотности гнездования. Это уникальный остров вообще для округа. Здесь самые большие плотности гнездования. Поэтому, собственно, этот остров был выбран для наших исследований. И он очень важен, собственно, для популяции гусей европейских, которые зимуют в Европе. Расскажите, как прошла вообще ваша экспедиция, и все ли задачи удалось выполнить? Да, этот сезон очень был ранний. Но вы сами знаете, что здесь очень было жарко весь сезон, начиная с мая месяца. Поэтому птицы начали гнездиться раньше обычного. И мы боялись, что не успеем. Потому что основная задача – мы могли поймать гусей, только когда в период их линьки. Когда они линяют, меняют перо. И это довольно-таки короткий период, когда можно поймать птицу и ее окольцевать. Но, к счастью, нам повезло. Мы застали самый конец этого периода, и все прошло удачно. Окольцевали, поймали птиц, повесили передатчики. Какая самая главная цель вашей экспедиции? Основная цель была – это пометить семьи гусей и проследить, как птицы мигрируют, как они летят, как птенцы, которые первого года, как они следуют за своими родителями, как долго они находятся с ними, чтобы понимать биологию вида, как вообще сохранять вид, где они летят, какие места важны для них на пролете, где они останавливаются. И это можно теперь сделать с помощью новых методов спутниковых передатчиков, которые мы, собственно, вешали. Вот у вас такая международная экспедиция. Как происходило общение внутри экспедиции? Ну, да, у нас много, как вы уже говорили, коллеги из Германии, Голландии, Индии, Литвы. Но все говорят на английском, поэтому и в поле довольно-таки быстро находится, когда хороший коллектив, общий язык. Так что все прошло хорошо. А как был организован ваш быт? Ну, мы живем в палатках, в палаточный лагерь. Сейчас мы были в центре острова, это вверхове песчанки, где основные озера находятся, где линяют гуси. Они как раз собираются на этих местах. И просто, соответственно, в палатках живем, работаем, ходим, поищем линные скопления гусей, пытаемся их поймать, окружить и, соответственно, потом уже пометить. Вот у меня вопрос к нашим гостям. Сложно ли это работа, работать вот в таких арктических условиях? Is it hard to work? Сложно ли работать на острове Колгуев? На Колгуеве? Нет, в некотором случае это все хорошо. На Колгуеве? Нет, летом очень хорошо. Погода в этот раз была замечательная, так что мы могли работать фактически каждый день. Проблем не было. В тундре нам пришлось немного поработать без оборудования для поимки гусей. Но это была не такая большая проблема. Это было несложно. В этот раз работать было легко. Скажите, были ли какие-то трудности, может быть, в работе? В этом году нам очень повезло, потому что погода была чрезвычайно хорошей. В предыдущие годы несколько раз мы попадали в шторм, наши палатки улетали. Но в этот раз было достаточно спокойно, погода была на самом деле прекрасная, так что трудностей в работе не было. Для чего вообще нужно кольцевание и сколько птиц вам удалось окольцевать в этом году? Сколько птиц вы поймали? Всего поймали около 480 птиц. Большинство из них гуси. Около 220 особей белощеки и казарки. Еще 230 утиных. И 20 гусей-гуменников. Мы надели на всех кольцах передатчики. На птиц побольше взрослых особей мы надели вот такие передатчики с кодом. С их помощью мы пометили довольно много птиц. 70-80 гусей. Это особенная вещь. Она с трансмиттером. Он дает различную информацию, координаты, температуру, свет, много чего. Работает везде, где есть мобильная связь. Так, если гуси сейчас вернется в Россию или в Европу, трансмиттер отправит всю информацию, которую собрал. Также с острова Колгуев. Сейчас мы будем ждать информацию в конце сентября с мест зимовки, когда птицы на них вернутся. Это Восточная Европа, Нидерланды, Германия, Польша. Там они зимуют большими стаями. И потом сможем изучать миграцию там. Так много мест зимовки. Да-да-да, гусям нужны большие площади для гнездования, зимовки, миграции. Они зимуют большей частью в Европе, а также в Азии. Их миграционный путь проходит через Россию. Такая маленькая, но такая важная вещь. Да-да-да. Я знаю, вы работаете с международной программой ИКАРУС. Вот в чем ее суть? Да, ну, вот сейчас Институт географии совместно с Институтом орнитологии Макс Планка и при участии нескольких институтов Роскосмоса отрабатывают новую методику, задача слежения за миграцией не только птиц, а вообще животных, разработка новых передатчиков. Дело в том, что новые технологии появляются, и чем меньше передатчик будет весить, тем можно его повесить на большее количество видов. Там мелких птичек проследить, как они мигрируют. И сделать это довольно-таки массово, чтобы много метить разных видов, разных таксонов. И задача на нашу Международную космическую станцию поставить антенну, которая будет принимать сигнал, и повесить несколько передатчиков на разные виды, посмотреть, как это работает. И уже есть планы на будущее, что если отработать эту методику, все будет хорошо, тогда уже задача запускать спутники для слежения за миграцией. Потому что это очень важно, это и следить за... Вот сейчас много всяких болезней появляется, которые передаются через, в том числе, птиц, животных. Поэтому нужно следить за... Как животные мигрируют, где они останавливаются. То есть нужно больше информации. И для этого новые технологии дают возможность пополнять и узнавать много новой информации. А каким образом охраняемых птиц вы изучаете? Как-то можно... Да, охраняемые здесь... Мы работаем, конечно, в основном с гусями, но есть и проекты, в том числе, по хищным птицам, по сапсану, по пескульке. Это вот тоже гусь такой редкий, краснокнижный. И так как их довольно трудно многие виды встретить, то очень важно именно получить информацию с какого-то вида. Вот можно пометить птицу, и тогда мы получаем очень большое количество информации, что очень важно для... Тогда мы можем планировать, как ее сохранять, где ее сохранять, где делать новые заказники, заповедники. В том числе вот, уже говоря, о Колгуеве. Мы очень еще раз убедились в том, что это очень важный остров для гусей, и что на Колгуеве, конечно, надо создавать какую-то охраняемую территорию, потому что здесь фактически на маленькой концентрированной территории находится очень большое количество процентной популяции видов, вот, не только гусей. А какие меры обычно предпринимаются для охраны редких птиц? Ну, это рекомендации для охотничьих организаций, департамента охоты, где, какие сроки открывать, потому что гуси – это охотничий вид. Рекомендации, в какое время можно охотиться, в какое нет, как открывать сезон, как он будет. И какие территории просто необходимо закрывать, где обитают редкие виды. То есть, вот такое планирование. Мы даем рекомендации. Мы сами как бы не можем, мы можем только давать рекомендации для уже органов исполнительной власти, что надо делать. Петр, я знаю, вы давно уже работаете в Арктике, с 2000 года. С какими трудностями приходится сталкиваться в поездках? Может быть, погодные условия? Ну, погода, да. Всегда на севере, как говорится, погода непредсказуемая. Вот, но уже есть большой опыт работы. Но здесь основное даже, я бы сказал, что коллектив. Очень важно подобрать хороший коллектив, чтобы в поле никаких проблем не было. Все, особенно вот на отловах гусей. Здесь надо действовать, когда ловим гусей довольно-таки быстро, слаженно. Вот, поэтому все зависит от команды. И, конечно, там экспедиция у нас 10 дней, но очень большое количество занимает ее подготовка, особенно с иностранными участниками. Необходимо сделать приглашение, визы и так далее. Здесь закупить все оборудование. То есть подготовка очень большое время занимает, хоть и короткий срок экспедиции. И еще о подготовке. Как долго вы готовились к этой экспедиции и как? В этот раз я готовился не так долго, ведь это была моя девятая поездка на остров Калгуев. По опыту прошлых лет я уже знал, что мне нужно взять с собой, какую одежду. Конечно, путь очень долгий. Три дня, чтобы добраться до Наринмара. На четвертый день перелет на вертолете на остров Калгуев. 12 дней на острове. Получается, три недели для нас длится экспедиция. Вы собираетесь приехать еще? Да, это зависит, конечно, от финансирования. Будет ли фонд, который поддержит организацию экспедиции? Ваш проект, он был поддержан грантом? Да, в этом году мы получили поддержку от National Geographic. Собственно, спонсировали нашу эту поездку. Но каждый год, естественно, приходится искать какие-то новые фонды, поддержки. Поэтому планы коллеги очень заинтересованы в продолжении работ. Но все у нас, как обычно, упирается в финансовый вопрос, поэтому никто не знает. То есть это такая работа, которую надо систематично проводить? Да, ну вообще науку надо поддерживать. И результат может быть через какое-то очень длительное время. Но здесь основная задача, чтобы тоже эти исследования не прекращались, а проводились постоянно, потому что иначе мы просто потеряем большое количество информации. Потому что часть видов, они тоже меняются. Вот сейчас, как и потепление Арктики идет, часть птиц двигается на север, расширяет свой ареал, часть сокращает. И мы должны следить, смотреть, что происходит, какие изменения. И они довольно-таки быстрые. Вот, например, на Колгуеве растет численность белощокой казарки. Сейчас она уже практически там по всему острову. Это тоже интересно. И посмотреть, как это будет влиять на экосистемы Арктики. Вот вы говорили о том, что период, когда можно окольцевать птиц, он ограничен. А как вот поймать этот удобный момент? Как вы рассчитываете его? Да, ну мы уже есть опыт все-таки. Не первый год работаем. Поэтому мы знаем примерные сроки, когда птицы гнездятся, когда они начинают линять. Вот, поэтому было спланировано время. Конечно, это предсказать практически невозможно. Каждый год меняется. Когда-то раньше, когда-то. Ну вот мы стараемся выбрать какую-то такую середину, пик, когда они линяют, чтобы вот именно поймать. Потому что фактически можно поймать вот в этот короткий такой период, там, две недели. Вот кольцевание птиц – это основной метод изучения миграции. Как это, как изучение вообще проходит? Ну, основную метят птиц металлическими кольцами. Это обязательно вешают металлическое кольцо на лапу. Но когда вешают кольцо, соответственно, возврат мы получаем только через охотников. То есть фактически, когда птицу могут застрелить. Вот сейчас стали развиваться уже новые технологии. Вот мы вешаем ошейники. Вот, например, здесь представлен черный ошейник. На нем есть индивидуальный код. Вот. И в Европе большое количество наблюдателей птиц, бедвочеров, которые выезжают в поле и смотрят, берут телескопы, бинокли и наблюдают. И вот можно этот ошейник прочитать. Есть единая база, куда это все собирается. И посмотреть, где птицу кольцевали, кто ее когда видел. То есть при жизни посмотреть, как бы, некую историю. А сейчас уже вот новые технологии. Это вот спутниковые передатчики и передатчики системы GPS GSM, которые вот используются. И мы можем фактически онлайн вообще смотреть, где и как птица летит, и получать еще больше информации. Потому что здесь меряется не только ее... Не только позиционирование, то есть где птица находится. А там датчики, как высоко птица летит, с какой скоростью, сколько у нее взмахов, крыльев, там очень большое количество. То есть технологии новые дают новые возможности. Орнитологи изучают не только места гнездования, но и места зимовок и пролета птиц, так? Расскажите, пожалуйста, как вы изучаете птиц в местах их зимовки? Птицы, которые гнездуются на Колгуеве, в основном зимуют в Восточной Европе. В Германии, Нидерландах... Нидерланды очень маленькая страна. Примерно три площади острова Колгуев. Получается, что на маленьких территориях много гусей. Там много лугов с хорошей травой, а гуси любят питаться травой. Птицы летят на эти луга, но фермеры также используют эти поля для выпаса коров, для производства молока. Это провоцирует конфликты в природе между птицами и фермерами. В Нидерландах это большая проблема уже давно. Фермеры возмущаются. Прилетает все больше и больше гусей. И они едят траву наших коров. Когда это прекратится? С другой стороны, гуси должны питаться, чтобы выживать. Постоянно стоит вопрос, что делать. Это проблема для правительства. Сотрудники природоохранных организаций знают, что эти птицы должны питаться для выживания, зная также, что фермерам нужна трава, чтобы жили их коровы. Правительство должно найти правильное решение. Каждый год проходят дискуссии, что делать, что делать дальше, снова что делать. По-прежнему продолжаются конфликты. По-прежнему нам нужна информация о гусях. Чем больше информации у нас будет, тем лучшее решение проблемы мы найдем. Хельмут работает в Германии над этим. Итак, все связано. Все связано. И, конечно, это тоже изменяет много. То есть, организационный системы изменяют каждый раз. И климата, температура в сентябре и в сентябре изменяют. Все связано. Также много изменений, конечно. Природа меняется постоянно, температура, климат. И зимой и летом меняются погодные условия. На острове Калгуев мы несколько лет изучаем гнездование птиц. От температуры, от погодных условий зависит успех размножения птиц. Когда они начнут гнездоваться, когда появятся птенцы, когда они начнут вылупляться, сколько птенцов выживет. Это важно, чтобы сделать прогнозы на будущее. Если климат изменится или изменятся условия в Восточной Европе. То есть, когда возникает более плохая, в Восточной Европе, то, конечно, больше геев не проживет, не проживет, не проживет. И также, в системе изменится. Что мы делаем сейчас, в Нортерн Германии, то, что мы хотим узнать решение между геев и дистрибанцией, в различных способах. При плохих условиях жизни зимой, конечно, гуси не выживут. Что мы делаем сейчас в Германии? Мы пытаемся найти решение. Надо оградить гусей от различных проблем. Там они истощаются гораздо больше, чем здесь. Часто гуси ищут новые луга для питания. Они тратят много энергии на перелеты. Конечно, им надо питаться больше. Благодаря трансмиттерам мы можем изучать их поведение, следить за ними в различных ситуациях. А бывали ли случаи, когда передатчики терялись, например? Да, очень часто передатчики либо птицу убивают охотники и иногда нам возвращают. Иногда не возвращают, а боятся и выкидывают их куда-то. Но если передатчик лежит, направлен на солнце, он может подзаряжаться, он передает информацию, и мы тогда можем найти этот передатчик. Вот, например, в прошлом году представители нефтяной компании в округе нам помогли найти передатчик около Варандея. Вот лежал там передатчик. Неизвестно было, что случилось с птицей. Но вот нам вернули. Потому что, конечно, ехать, лететь за передатчиком – это очень большое количество денег надо потратить. И очень важно, если есть какая-то помощь. Многие охотники помогают нам. Последнее время несколько передатчиков было найдено в гнездах хищных птиц. Вот, орланов – это вот на европейской части. Дело в том, что когда птицы летят, многие хищные птицы добывают их. Не только охотники, соответственно, те же орланы кормятся. Вот, и вот приходилось залезать в гнезда орланов, доставать эти передатчики. Тоже довольно-таки много интересной информации. То есть не только о гусей, но и, соответственно, кто их кушает, где, как. Как влияет охота на птиц? Да, охота – это такой основной фактор, влияющий на состояние популяции. И у нас сейчас есть два сезона. Это в России весенняя охота и осенняя. Весенняя у нас 10 дней. Но дело в том, что очень большая территория страны. Охота открывается с юга на север постепенно. В разных регионах разные сроки охоты. И по мере того, как птицы двигаются на север, соответственно, тоже идет открытие охоты. И фактически птицы, вот, мест зимовок, они постоянно находятся под неким прессом охоты. В некоторых странах европейских охота закрыта в весенние. Ну, в некоторых тоже есть охота, как у нас. И птицам… Дело в том, что птице очень важно им долететь до мест гнездования в хорошем состоянии. То есть накопить достаточное количество жира. И от этого зависит, собственно, самка будет она гнездиться, насколько она будет успешно гнездиться. А пресс-охоты, то есть птицы находятся под стрессом, соответственно, им приходится больше летать, меньше кормиться, они теряют жир, и иногда они, если они очень много перелетают, их постоянно пугают, то они могут просто не гнездиться в этом году. Вот, поэтому важно, чем вот мы и занимаемся созданием таких заказников, мест покоя на пролете. То есть здесь важно именно планирование, как охотиться, где охотиться, потому что именно надо создавать места покоя. Тогда, собственно, можно будет и охотиться, и гуси будут сидеть и кормиться, потому что они кормятся в основном на сельскохозяйственных полях, а это сейчас тоже большая проблема у нас в России. У нас сейчас зарастают поля, многие заброшены, вот, поэтому им тоже негде. И они выбирают места, где им, собственно, найти корм, где можно остановиться, где отдохнуть. Какие действия надо предпринять, например, если местный охотник найдет такой передатчик? Что он должен сделать? Ну, во-первых, каждый охотник, даже у нас в охотбилете написано, если он добыл птицу с кольцом, у нас есть российский центр кольцевания, куда вся эта информация должна стекаться, поступать. Должен ее отослать по почте, по этому адресу, информацию, где, когда добыл номер кольца. И также, соответственно, с передатчиками. Вот на передатчиков мы пишем, в принципе, наши контакты. То есть мы всех охотников просим, чтобы присылали нам, если добудут гусей там с кольцами, с передатчиками, нам эту информацию. Дело в том, что часть информации не вся передается сразу, и очень много информации хранится именно на этом передатчике. Поэтому очень важно его вернуть, получить, чтобы скачать информацию. То есть здесь, во-первых, передатчики, они довольно-таки недешевые пока еще. И, ну, видите, там экспедиция на Колгуев, все это очень дорого. То есть фактически одну птицу пометить, если в финансовом выражении, это довольно-таки дорого. Вот. И много труда вкладывается в это. Поэтому нам, конечно, очень важно именно получить всю эту информацию. Вот. Здесь ничего такого страшного нет, если кто-то добыл с передатчиком птицу. Самое главное, чтобы вернуть именно этот передатчик. А каким образом происходит расшифровка информации с передатчика? Ну, здесь сам передатчик, он передает через GSM покрытие, то есть через мобильную связь, где есть покрытие мобильной связи, информацию. А так это, соответственно, специальное устройство, с которым скачивается информация с этого передатчика уже, когда в работе там. Может быть, вы расскажете, какие ваши будущие планы. В ближайшие планы мы готовимся к зимнему сезону. Каждую неделю будем подсчитывать птиц в Северной Германии. Их прилет ожидается до 15 сентября. Продолжим изучение. Будем отлавливать гусей в местах зимовки. В октябре будем отлавливать гумейников. Способы их поимки отличаются, так что мы не будем скучать зимой. У нас много работы. И, конечно, мы будем искать новые способы вернуться в Арктику на остров Колгуев. Вы хотите этого вернуться сюда? Да. В Северной Германии у нас еще 10 гусе-катчеры. Они собираются гусей в сентябре, так как в начале и 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 в феврале. Они стоят каждый день в поле с их гусей. В Нидерландах нам предстоит также отлавливать гусей. С начала ноября до начала февраля специалисты будут каждый день в полях пытаться сетями поймать диких гусей. Каждый год они отлавливают до 3000 гусей. Все эти гуси также помечаются, так что мы собираем информацию о них довольно давно. И это зимой продолжим. Это также часть моей работы – организовать сбор информации. Новый проект у нас запущен с гуменниками. Этих птиц также будем отлавливать и кольцевать. С помощью трансмиттеров будем изучать их поведение в естественной среде. Каждую зиму – одно и то же. Это большая работа. Это очень длительный проект. Каждая птица имеет кольцо. Если кто-то найдет такой передатчик или застрелит окольцованного гуся, хотелось бы, чтобы кольцо возвращали. Это важно для нашей работы. Это даст нам много полезной информации. Это может ответить на много вопросов. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо за вашу работу. Спасибо. Я напомню, с острова Колгуев Ненецкого округа вернулась международная экспедиция орнитологов. Десять дней ученые провели в полевых условиях. Они кольцевали гусей спутниковыми передатчиками. О своей поездке нам рассказали участники экспедиции в программе «Актуальное интервью». До встречи.